Девушки отдыхают 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 Кто-то умеет петь. Кто-то умеет петь. Кто-то умеет хорошо играть, кто-то хорошо может показать себя. Иди отсюда. Иди отсюда. Давай толпай. Давай не подари. Мы ищем ребят уже. Готовы конкретно со своим типажом. Потенциал есть в каждом человеке. У нас вообще в принципе изначально был сценарий и мы как бы не думали о том, что это будут сниматься ребята, но проекта еще даже не было в голове. Идея на самом деле родилась не спонтанно, потому что в проекте ненасытный три главных героя Арчи, Буба и Тема. Мы выбирали из ребят, которые не актеры. Какой-то мрачняк. Нужно больше позитива. В этом году они все поступили в театральные вузы, МХАТ, еще что-то не помню. То есть все пошли по актерской стезе. Ну а раньше при Советском Союзе была же такая же ситуация. Набирали, ходили по школам, набирали детей. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорю с судьбой. Ради этой встречи с тобой. Сколько лет я спорю с судьбой. Следующий туркастинг оказался гораздо сложнее предыдущих. Ведь таланты ребят оценивал сам режиссер будущего фильма Руслан Бальцев. Руслан Бальцев. Режиссер молодежной комедии «Даже не думай, даже не думай, два ненасытные». Названия говорят сами за себя. Ведь фильмы Руслана – самые китовые российские молодежные комедии за последнее время. Этот режиссер умеет снимать крутое, интересное кино для реальных парней и девчонок. Чего-то не попробовать дать шанс молодым талантливым ребятам, чтобы они проявили себя и смогли показать себя, интересовать свой талант. Некоторыми движут стать звездой на ровном месте, а некоторыми действительно желание себя показать, реализовать свой талант, который из него вырывается. Душевность той поработания, которая хочет о том, что все желание одного, тебя бы не хватает в этом мире. У меня такого шанса не было. Я считаю, это шанс для многих ребят, которые приезжают из периферии. Большой шанс. Хотя бы себя попробовать. Он приходит, пробует, это клево. И пошли. А кто вы там здесь? Ну, заходи. Да, тихо. Стойте. Ты че мне оказываешь? Да? Только единственное, знаешь, что близко к вам надо. Сходи. Казалось бы, в такой жесткой конкурентной борьбе в ребятах должны были уснуть. Совесть и честность, а проснуться, зависть и желание насолить друг другу. Не тут-то было. Ребята так крепко подружились, что общение в форуме, на интернет-сайте выросло не то, что в какие-нибудь виртуальные, а самые настоящие реальные встречи. И уже сейчас настало время говорить о том, что родилось целое сообщество, имя которому ты кинозвезда. Люди приехали со всей страны, со всего мира сейчас. Кто где живет, все общаются, все вместе. Смотрите, я вас поцелую, не приняйтесь. Отдайте мне. Стоп, еще раз. Очень-очень много народа и получается маленькое государство. Говоря, этот проект наш нам много друзей. Мы уже братья, сестры, мы уже спим вместе на одной кровати и так далее, и так далее. Из моих знакомых и друзей, родни, никто не знает, что я вообще нахожусь на этом проекте. И, пожалуй, только те люди, с которыми я здесь познакомилась. Мне кажется, если даже вот я не пройду или кто-то вот из моих подруг, то мы все равно будем рады друг с другом. В третьем туре 50 участников по-настоящему сражались за право войти в число непосредственно героев картины. Ребята читали свои роли, и это были уже непосредственно кинопробы. А жюри подобралось более чем компетентное. Это братья Чадовы, режиссер картины Руслан Бальцер и второй режиссер Валерий Лернер. Ты ничего не наигрываешь, лучше как вот этюд, понимаешь, как настоящий. Лучше ничего не наигрывать. Я понимаю, что им понравилось, но я нравлюсь всем. Если есть хорошее начало, твое личное, вот на это уже можно навязывать и лепить из этого можно все, что угодно. К тому же можно и технику подтянуть, там можно уже и школу какую-то организовать и так далее. Главное, чтобы у тебя было свое какое-то нутро. Что же ты со мной творишь? Я же люблю тебя, дурочка. Ты ханжат, ты поняла? Ты ханжат. А ты знаешь, детка, что он самый отъявленный мерзавец в нашем городе. Круче подонка, чем капитан не найти на всем побережье. У тебя совершенно четкая задача. Ты сейчас собираешься, да? Да ты знаешь, что этот капитан, да он вообще просто отморозок. Такого еще надо поискать на всем побережье. Давайте сейчас мы наоборот, а другая девушка, да? Давайте, да. Ты знаешь, что он мерзавец самый последний. И он исчадия. Да он самый настоящий мерзавец во всем городе. Таких, как он, не найти на этом побережье. Ему, кроме тебя, ничего не надо. Кроме твоей. Одним словом, полная чушь. Штампы появляются, появляются зажимы и так далее. Это, конечно, все очень знакомо. Ну, конечно, не хватает образования. Конечно, все сейчас происходит по наивке. Все, ну, я надеюсь, что мы их просто направим, и все. Попробуем? Ты нашел время для предъявств. Тот самое убедительное время нашел. В то же время, когда ему нужно парня поставить на место, он начинает взрываться. Да, то есть ты ему должен был очень убедительно это сказать, понимаешь? Отличное время ты выбрал для предъявств. А может, тебя просто жаба душит? А больше подумай над тем, что ты говоришь, что все, в принципе, вообще задача одна. И тебя даже слышать не надо для своей истории, ты пытаешься как-то убедить. Отличное ты время выиграл для разбирателей. Да тебя просто жаба душит. Развернулся, ушел, понимаешь? А ты говоришь фразу, которая ничего не несет. Ты просто ляпнул в воздух фразу, и она ломает его, понимаешь? Он должен как-то тебе ответить, понимаешь? И все, и это все становится мусором. Не, ну ты нашел время для предъявств. Или может быть, тебя жаба душит? А может, ты просто завидуешь, а? Не хватает профессионализма, но это нормально. Даже никто не учил. Даже опыта нет, Толтон. Ну, конечно. Какой идиот может решить, что у меня есть талант? Ну, конечно. Какой идиот может заметить мой талант? Я понял ноль, да? Что я, в принципе, бездарность. Ведь я могу вызвать только животные рефлексы. Я же могу вызывать исключительно животные рефлексы. Да тебе же все равно, что я талантлива. Ты думаешь, что только идиот может рассмотреть во мне мои способности? Какой идиот может решить, что у меня есть талант? Я же могу вызывать только животные инстинкты. Какой идиот может решить, что у меня есть талант? Ну, конечно. Конечно. Что дальше забыла? Ну да. Конечно. Как же я раньше не догадалась. Какой вообще идиот? Какой идиот? Идиот может решить, что у меня есть талант. Я могу вызывать только животные рефлексы. Твои животные рефлексы. А почему мои? Оригинальный вопрос. Не так ли? Мы хотели бы, чтобы ребята были сами собой. Настоящими, такие, какие они в жизни. Настоящие, такие, какие они в жизни. Это гораздо интереснее, чем они что-либо начинают играть. Ну, друзья, приготовьтесь к развязке. Впереди все самое интересное. Мы узнаем имена победителей. То есть имена героев будущего фильма. И также выясним эксклюзивные подробности со съемочной площадки новой картины. После рекламы. Продолжение следует... 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 Это проект «Тыкина звезда». Мы ходим внутрь, впустите нас! Мы подходим к главному ходу в московский клуб «Зона», где сегодня состоится событие, главное событие лета 2006 года. Я имею в виду оглашение имен победителей проекта «Тыкина звезда». Нам осталось узнать имена этих счастливчиков. «Тыкина звезда». «Тыкина звезда». Вы не подсмотрели нигде идею, вы утверждаете, а придумали сами? Ну, мне кажется, что такого проекта нет. То, что мы смотрели, по крайней мере, то, что мы пытались найти на Западе, аналогов нет. Тебе не боитесь, что получится какой-то такой театр? Театр мы не допустим. Театр мы допустим. У нас профессиональная команда, у меня много помощников, которые, в общем, попытаются ребят, в общем, так, вывести на нормальный уровень. Да полная чушь все твои слова и его обещания. Да ты просто дура набитая. Жаль, что ты не блондинка. Я покрашу. Все близится к тому, что сейчас страна узнает имена героев. С дипломом «Декина звезда», самый активный участник проекта. Ковалев и Ольга. Ковалев, Ковалев! Густаров Александр. Награждается Малюхов Петр. Карпулова Галина. Сразу отмечал, сразу тех, кто активно нравится и кто активно не нравится. Вот сразу этих я отмечал. Вот прям неприятен человек, думаю, надо его запомнить. У него тоже был шанс. Да, у меня один есть такой прямо резкий пришел, такой дерзкий парнишка, который прямо всех немножечко так напряг своей такой дерзостью. А у нас прямо прописан один в один такой персонаж. Я сразу чик. На карандашах. Мне кажется, мы заболтались. Точно. Объявлять победителей. Режиссер фильма «Дерзкие дни» Руслан Байцер. Мы хотим знать имена. Вы готовы? Шикарно. У нас есть такой в фильме персонаж, пока сценарий, персонаж Суалик, но у нас даже не было сомнений, кто-то может быть. Кан Максим. Вот эта девушка, которую мы сейчас назовем фамилией, она нас настолько очаровала, что мы единогласно решили эту роль отдать ей. Зато его Лиза. Когда я услышала свое имя, я не поверила. Я стояла в полной эйфории и недоразумении. Меня мой молодой человек толкнул, сказал, иди. Иди, сумку у меня отобрал. Он, можно сказать, вытолкнул меня на сцену. Следующий, соответственно, у нас должен быть мужчина. Мужчина, да. Элит-мужчина, это большая роль. Иван Дриплана! Меня просто перекосило. Я готов был. Я вот думал, если меня назовут, что я буду делать? Думаю, не дай бог я упаду. Просто бомбург, подумать, что меня нет, меня никто не увидит. Было бы очень жаль. Эта девушка меня сразу интересовала. И вот она одетка. И глазовая Мария! Я сама ничего не поняла. Меня схватили все мои друзья. Когда я поднималась на сцену, я просто не поняла, что произошло. Меня все начали трогать, целовать, обнимать, поднимать на руки. И потом я вышла, даже не знала, что сказать. Я хочу сказать спасибо. Сказала просто спасибо. Михей, он у нас боец. И, конечно, играть его тоже должен боец. Кто-то там, кто-то из ребят сказал, что он какой-то там чемпион. Вы, как знаешь, появились. Но все-таки далее выражены. Зуболевич Матвей! Честно сказать, я не ожидал. Я всеми мыслями думал, что это не я, не буду. Что-то перевернулось во мне. Ну ладно, крошка. Крошка то ли, то ли звездочка непонятно. Звездочка, вверх! Ну я на самом деле не верила, что какие-то будут там. Думала, что так чисто на развод денег. Оказалось, что иначе. Ну у меня до сих пор внутри счастье, радость. Я не ожидала, на самом деле. Скажи, это радость? Ты рада, то есть? То есть ты рада? Я очень рада, я счастлива, безумно. Девушка странная, с личкой тач. Она у нас такая, такой ходячий спецназ. И, вы представляете, нашлась такая. Новикова Лера! Я очень хотела стать актрисой. И просто все неожиданно, вот так вот спонтанно. Ну, приятно. Ну, это то, к чему я стремлюсь всю жизнь. Кто такой персонаж Симур? Это такой... Сем-то гангстер, может быть. Был один нагло молодой человек, который всем сразу приказал заткнуться. Газей Фрустан! Казань! Как ты попал в проект? Чисто случайно, просто реклама. Впечатление! Круто! Итак, победители известны. Совсем скоро они вместе со съемочной группой отправятся снимать новое кино. Ну, а прямо сейчас нам настало время выяснить, что ждет ребят на съемочной площадке. Совсем скоро наших героев ждут Южные Пальмы, горячее солнце, море. И много актерской работы. Ребята едут в Ялту. Именно здесь Руслан Бальцер решил снимать свой новый фильм. Вы видите эксклюзивные кадры. Это места будущих съемок. Интересно, а может быть и у вас появится шанс побывать там этой осенью. Смотрите внимательно проект «Ты кинозвезда» на MTV и ничего не пропускайте. Финальный результат объявит себя страна. Это будет фильм, он будет в прокате по всей России. И вот, собственно, будут те ребята, которые сегодня получили эти роли. Вот они счастливые сегодня сидят такие, довольные. И это будут уже профессиональные актеры фактически под съемок фильма, да? Которые себя проявят, на которых можно будет посмотреть в кинотеатрах. Это будет экшен, молодежная история. Приоткроют так завесу. Это будет связано с течением, которое называется паркур. Это ребята, которые прыгают по разным препятствиям, да? По стройкам, по домам. Да, да, да. Ну, конечно же, будут каскадеры. И мы хотим привлечь из Гонконга профессиональных вот ямакасин, которые будут ставить нам бои. Картина ожидается, что надо. Мы будем показывать все то, что там происходит. Во всех подробностях. Каждый день новости, каждый день какие-то истории с площадки. И вообще, в принципе, жизнь ребят в условиях съемок, я думаю, это каждому будет интересно. На MTV стартует проект «Ты – киносвеста». Молодцы, у меня! Свет, камера, мотор, знаменитый режиссер и новая судьба. Свет, камера, мотор. И не важно, что потом. Сегодня ты – киносвеста! А-а-а-а-а! Добрый день! Ме-а-а! 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 Субтитры создавал DimaTorzok